Ребята, всем привет! С вами Дарья, и сегодня я вам расскажу о случае, который произошел со мной. И этот случай помог мне избежать страха, точнее победить страх. И произошло это тогда, когда мне было 14-15 лет, и я пошла в книжный прочитать про такого человека, Леонарда Давичи. Он тогда мне был очень интересен, и я хотела узнать о нем побольше. Ну и как только я зашла в книжный, я сразу же пошла в матерический отдел. Какая-то неведомая сила меня туда повела. Я начала смотреть на книги, на стеллажи, и просто бац, со стеллажа упала книга прямо передо мной. Я думаю, окей. Взяла ее посмотреть, и никакой обложки на ней не было, то есть сплошная однотонная книга. Ничего на ней не прочитают. Думаю, ладно, окей. Открываем. И в этот момент что-то произошло, потому что я поняла, что книгу нужно читать между срок. А дело вот в чем. Как только я ее открываю, там идет надпись, что автор этой книги захотел остаться неизвестным, что он специально собирал все знания и передает эту книгу от человека к человеку. И там еще была такая фраза, что книга сама выбирает себе хозяина. И я так думаю, окей. И возьму. И все, иду радостно. Книга, которая такая интересная. Начало. Иду на кассу. Я говорю, все, я забрал эту книгу. Хочу у вас ее купить. Они начинают смотреть. Короче, штрих-кода на ней нету. Начинают давать в базе. И в базе ее нету. Я говорю, девушка, это вообще не наша книга, ее здесь нет. А я говорю, ну окей, тогда я ее забираю. Подала им 50 рублей за это, чтобы был обмен энергией. Я же все-таки у них эту книгу забираю. И вот самое интересное, что начало происходить тогда, когда я забрала ее домой. Ой, начала ее читать, листать. Там было очень много всего про оборотни, как их узнать, как распознать, как всякие методы. Да. И про алхимию, и про тайны ордена. Эту книгу тебе нужно читать между сроками. Вот. Но как только наступает ночь, я понимаю, что мне жутко страшно находиться в своей комнате. И понимаю, что страх идет от этой книги. Энергетика просто жесть какая. Я понимаю, что в этой книге запечатлен дух, который специально меня пугает. Ну, в общем, день я побоялась, два дня побоялась. Потом начинаю с ним разговаривать. Говорю, слушай, говорю, ну, говорю, надоело уже. Я говорю, что вы как два дебила. Говорю, ты меня пугаешь. Я боюсь, естественно. Говорю, ну я тебя так испытываю. Я говорю, окей. Положила руку на книгу. Говорю, что? Говорю, мне теперь нужно тебя подчинить себе, чтобы такой дальше ерунды не происходило. Но потом я думаю, а смысл возьми его подчинять себе? Когда этот дух, наверное, там, не знаю, сотни лет уже провел в этой клинике, по-любому хочется тебя высугодиться. Я говорю, слушай. Я говорю, смотри. Хочешь, говорю, ты можешь стать свободным. Потому что у них, в принципе, смысла тебя держать теперь себе. Я говорю, серьезно, а можно так? Я говорю, конечно, можно. Говорю, до тех пор, говорю, ты свободен. Так как я новый хозяин книги, я тебя освобождаю. Ну, и с тех пор ничего такого больше не происходило, никакого страха не было. Книга, конечно же, оставила свое магическое происхождение, магическую силу. Она до тех пор у меня лежит. И вот, что я хотела вам сказать, что, ребят, когда вот вас что-то куда-то ведет, то есть вы не знаете, зачем, но вы идете в книжный магазин, специально туда идите, не сопротивляетесь этому желанию, потому что вас ведет сила. Вот, как в данном случае, у меня было то же самое. Меня же просто привело в книжный магазин, в отдел эзотерики, и эта книга упала сильными ногами, можно так сказать. Но это был подарок силы. И вот, смотрите, если вас что-то ведет, либо в книжный, либо, например, в лес, либо еще куда-то, обязательно идите, потому что там вы кое-что найдете. Например, в книжном, если вы пришли, вас туда привела сила, либо вы смотрите на ту книгу, на которую первые обратили внимание, либо та, которая лежит отдельно от всех, как-то неприметно, либо тоже, как у меня, перед вами там что-то выпадет и пойдет. Ну, то есть, найдете что-то интересное. Обязательно следуйте и доверяйтесь себе, и сила ведет. И еще, смотрите, один важный момент. Вот этот вот подарок силы, который у вас будет, какая-нибудь вещь, книга, браслет, что-то. Вы никогда не должны это не передавать кому-то, а не кому-то дать, например, почитать. И некоторое время такое вообще нельзя делать, потому что это чисто ваша вещь, и она чисто принадлежит только вам. Берете ее и кладете в какой-нибудь тайник, и всегда стоите там. Ну и пользуйтесь, конечно, потому что в этой вещи магия, которая вам помогает. Книга тоже до сих пор со мной. В принципе, вот и все, что я вам хотела рассказать. Очень много всего интересного в нашем мире, очень много сил, которые нас ведут, и им нужно сопротивляться. Единственное, что да, если вы найдете вот эту вещь силы, это действительно будет подарок, это редкость. Это очень редко такое бывает, но бывает. И вот смотрите, вам может быть страшно, и в этом случае главное не поддаваться панике, а попытаться договориться, попытаться понять, что за страх. Если есть какой-то дух в этой вещи, обязательно с ним разговаривайте, и говорите, что вы как новый хозяин, и нечего меня здесь пугать, и в моих силах сделать намного больше, и даже помочь тебе. Так что духи, они с вами начнут разговаривать, и, конечно же, у них будут какие-то свои желания. Поэтому договориться с ним вы всегда сможете. Главное, не бойтесь, не идите на поводу своего страха. Все обрабатывайте, договаривайтесь. И все будет круто, и дальше эта вещь вам будет помогать, давать ответы. А это компас, вертайте. И спасибо за просмотр. Пока.